Всем привет, меня зовут Илья, и сегодня мы с вами, дорогие друзья, разберём и сыграем известнейший, крутейший культовый риф группы Metallica For Him The Bell Tolls. Трудно представить себе музыканта, который как-то связан с гитарой, с бас-гитарой, с барабанами, который никогда не слышал этой песни. Действительно известнейшая и с точки зрения рок-музыки, металл-музыки, это, так сказать, очень уважаемая запись. Сыграна она с альбома, на альбоме Ride The Lightning, ещё Клиффом Бёртоном, и как раз тогда-то Клифф задал вот эту очень высокую планку бас-гитары в группу Metallica, что до сих пор никак эту планку так и никто перепрыгнуть не может. В общем, разберём сегодня этот риф, посмотрим нюансы, что у меня получилось, как играл Клифф Бёртон, посмотрим запись живого выступления с лайва. В общем, я тут переслушивал старый альбом группы Metallica, решил разобрать, потому что действительно очень известный культовый риф. К тому же, когда я разбирал его, мне показалось, что он отлично подойдёт для новичков, он несложный. Он играет в стандартном строе, в общем, здесь можно на 20 ладах играть, нет ничего технически сложного, но при этом очень эффективный риф, очень классно звучит, и многим новичкам он понравится. Так что давайте приступим, посмотрим, что у меня получилось, и разберём этот замечательный риф. Продолжение следует... Продолжение следует... Разбирать мы будем эту песню не полностью, не целиком, а посмотрим только основные моменты, которые заслуживают этого Начнем с главного риффа, с основного, благодаря которому песня стала, в общем-то, хитом Начинается все это дело с ноты фа диез И дальше у нас открытая ми Фа диез у нас второй лад, четвертая струна Вот таким вот образом Открытая ми, она у нас здесь очень важна, вокруг нее весь этот рифф строится Давайте посмотрим, далее у нас мизинец, 19 лад, играем хроматизм до 16 лада Вот так вот Еще раз Еще раз Еще раз, плохо сыграл Еще раз Вот таким вот образом мы делаем хроматизм Здесь все четыре пальца у нас, начиная с мизинца И заканчивая указательным На самом деле, для меня это действительно было сложно записать эту песню Записать этот рифф и вообще выучить Потому что я не играю металл от слова совсем И для меня это что-то новое, для меня это вот как раз таки такое повышение квалификации Посмотреть вот другие стили музыки И для меня это было реально сложно И здесь в чем смысл? В том, что вот эти ноты должны быть максимально по динамике одинаково Вообще в металле, как бы динамика должна быть довольно ровная И если я, например, сыграю Буду какую-то ноту продавливать Какую-то наоборот тише играть То получится такой эффект, как будто неровно сыграно Будет прям все раскачивать Здесь это не надо Максимально такое меланхоличное Такое спокойное по динамике ровное звукоизлечение Несмотря на то, что клифф играет на концерте довольно так вот Ну как сказать, с подачей, прям мощно На записи в оригинале я ее слушал Прежде чем, как это видео записать Прослушал много раз Там на самом деле играется довольно так меланхолично Спокойно, без какой-то экспрессии Спокойно эти ноты играются максимально ровно по динамике И мне было реально сложно это сыграть ровно Потому что я привык к каким-то таким свинговым Какие-то вот динамикой работы И мне это реально сложно А здесь нужно прям такой паттерновость звука И это сложно Но зато на записи это звучит прям круто в данном контексте Когда вот по динамике нотки ровненькие Играем Максимально Не надо там Ни в коем случае не так Либо на сильную Вот так тоже не надо Все максимально ровно Значит, первая фраза С девятнадцатого по шестнадцатый лад Дальше у нас идет слайд Опять же, в семнадцатый лад Вторая струна Можно, в общем-то, разбить эту риф Так сказать, или фразу Не знаю, как это назвать Паттерн даже можно Вот Можно на две части Первый как раз хроматизм Потом слайд Возвращаемся на первую струну Девятнадцатый лад Вот таким вот образом Значит, первая фраза Потом слайд Семнадцатый, шестнадцатый лад Опять возвращаемся с девятнадцатым мизинцем И на третьей струне у нас Семнадцатый и шестнадцатый лады Вот здесь же также клиф играет Такое вибрато И опять выходим в ми Что касается звука Кстати, вот забыл На записи Явно, конечно, не чистая база звучит Здесь есть квакушка Автовау Используется И без автовау Здесь как раз-таки Нельзя сделать такой похожий Как на пластинке Как в оригинальный звук Без автовау не получится Вот это вот Верха такого своеобразного Даже никакой Не дисторшн Никакой овердрайв Это не сделают Поэтому здесь обязательно Должна быть автовау Для такого звука Я попытался сделать Как мне показалось Похоже Конечно, так же у меня Не получится сделать Но С использованием плагинов Я там посмотрел У меня был автовау Выведу на экран Настройки В общем Тех плагинов Которые я использовал Также помимо Автовау Тут присутствует Легкий перегруз Наподобие Какого-то фуза Или легкого овердрайва И я попробовал Сделать похожий звук При помощи Банального Кранч На Преампе Ламповом ВСТ преампе Вот Значит, ну Получилось, не получилось Не знаю Это мои эксперименты Такие небольшие Пишите в комментариях Похож звук или нет Давайте дальше смотреть Значит, еще раз Повторим нашу первую фразу Значит, открытое ми У нас такая Вокруг нее все строится Девятнадцатый лад Хроматизм Динамика максимально Здесь должна быть ровная Дальше идет слайд Семнадцатый лад Возвращаемся на первую струну Мизинцем И третья струна Соответственно, семнадцатый И шестнадцатый лад И играется вибрато И опять Значит, какие здесь еще Можно использовать Всякие украшалки Например Также Можем делать Такой вот слайд С пятнадцатого лада К пятнадцатому ладу И также Если посмотреть запись С оригинального концерта Клиф также часто бывает Переходит с С семнадцатого лада Делает слайд В открытую ми Например, он играет фразу Ну вот таким вот образом Можно добавлять Такие вот украшения В общем, с первой фразы Все понятно Она не сложная Техническая Поэтому я считаю Она будет интересна Для новичков Чтобы пальцы на место поставить При этом песню разучить При этом и перед друзьями Так сказать, похвастаться Смотрите, какой я металл играю В общем Рифф неплохой Он несложный Но при этом Опять же Есть тут Такие нюансы С динамикой И Каждый вот этот вот Каждое проведение Вот этого риффа Вот этой фразы Мелодической Как хотите Можете назвать Это Они должны быть Максимально одинаковыми Такое вот Прям паттерновое звучание Как будто Вот один паттерн Взяли луп такой И Просто такой сэмпл И Соответственно Склеили То есть максимально Должно быть Все это Одинаково Можно потренироваться Даже Позаписывать себя Вот этот рифф Так сказать Эту фразу Позаписывать Посмотреть Как у вас получается Одинаково Или по разному И как раз таки Пробовать Добиваться того Чтобы звучание Было максимально одинаковое Тем самым Контролируя динамику свою Учиться В общем полезно Двигаемся дальше Ко второму риффу Который идет сразу же За вступительным И здесь У нас такой некий Бридж перед куплетом Давайте смотреть Ничего сложного Опять же Открытое ми Играем хроматизм В первой позиции Играется в первой позиции Вот таким вот образом Напоминает упражнение Которое в любом учебнике Вы можете найти По развитию пальцев В общем-то Поэтому я и говорю Что принцип песни Рифф Хорошо подходит Для новичков Для новичкам Потому что Опять же Разрабатывает пальцы Первая позиция Сложная довольно таки Для растяжки Для выносливости Для пальцев Мы играем Вот этот хроматизм В первой позиции Но здесь есть Опять же Тонкости Здесь не просто Надо вот этот хроматизм А бы как играть Тут в этом жанре В металле Важно опять же Как я понимаю Динамика Нод ровной Не надо там как-то Вот этого не должно быть Иначе у вас Такое В вашей игре Вы запишите Например Вот я например Записывал Когда Такое чувство Что криво играется Потому что вы динамику Не соблюдаете Как бы какие-то Продавливаете Какие-то Не додавливаете В общем И получается Вот это вот Раскачан Как будто вы Неровно играете В такой музыке А в рок Вы в металле Это не очень круто В данной Ну в данной музыке В данной песне Это не звучит Это просто кошмарно Звучит на записи Поэтому опять же Здесь соблюдать Динамику Вот так вот Ровненько Меланхолично Такой паттерн Должен быть Каждый проход Каждый Так сказать Круг Вот этот вот Квадрат Рифа Каждое проведение Должно быть динамично Выверено И опять же Тут с метрономом Надо Вот эти ровные восьмые Играть в метроном Если вы новичок Без метронома Конечно будет тяжело В общем Такой риф Лично я играю Здесь С ля Вот мы как бы Тут меняется Окончание рифа Сначала играется Ля Потом играется Си Таким вот образом Тоже можно потренировать Если посмотреть Запись Живого выступления Клиффи Бёртона У него Мизинец Очень сильно Опущен вниз И в такой позиции Сложно Дотягиваться До этой ля И поэтому Он играет Открытую ля Вот таким вот образом Ну я бы так не играл Потому что здесь У нас играется Открытая ля И сразу же Ми после неё А играть Две подряд Открытые ноты Это не очень хорошо Получается Очень много грязи Если опять же Концерт То можно допустить Такое На концерте Не слышно Там гитары Гремят миллион людей В общем Это ладно Вот Но на записи Это будет слышно Играть подряд Ля и ми Открытую Это нежелательно Поэтому я лично Играю мизинцем здесь Если мы берём Открытую ля Здесь сложно Глушить её Как бы Тут можно заглушить Только левой рукой Правую Вы уже не можете Заглушить Когда вы извлекаете ми Поэтому В данном случае Здесь остаётся В моём понимании Только один способ Это глушить мизинцем В момент Когда мы извлекаем Ми Я кладу руку Мизинец Например В моём случае Мне так удобно На открытую ля Для того чтобы не было Вот такого аккорда Когда мы извлекли Открытую ля Потом открытую ми Именно поэтому Чтобы не было Эффекта аккорда Грязи лишней Вот этого гула Нежелательно играть Две подряд Открытые ноты Если вы не можете Заглушить И последний риф Который мы разберём Этой песни Куплетный Когда начинает Уже хэтфилд петь Здесь соответственно Играется Вот такой вот риф Клифф на концерте Бьёт по всем струнам Рукой Вот таким вот образом Это играется Значит В чём тут Интересность Мы берём Такой пауэр аккорд Где у нас ми На седьмом ладу Вот здесь вот Соответственно Такой ставим Пауэр аккорд Бьём Соответственно Вниз рукой Но мы не зажимаем Аккорд Мы просто кладём Руку на струны И у нас звучит Только ми А вверх Когда мы делаем движение Такой вот Как бы Такую Подцепляем уже Соответственно Или просто ударом Можно Мы аккорд зажимаем Вот таким вот образом На концерте Видно Как он так играет На записи Тоже слышно Но звукорежиссёра Сделали так Что это прям Вот сзади Практически Где-то на очень дальнем плане Но нечто подобное Играется и в оригинале Просто так сделано Что это вот Прям очень Куда-то Задвинуто В миксе Вот такой вот Интересный вариант Такой Не с каждым День встречи Такие партии Вот такой вот Сегодня, дорогие друзья Был разбор Прикоснулись Совсем немножко К наследию Клиффа Бёртона В группе Металлика В составе Группы Металлика По-моему Это первая запись Этой группы На моём канале И вообще Не так много У меня металла Почти нету Если что-то я и записывал Не помню Уже пишите в комментарии Может быть Действительно забыл Действительно Уже ставший Классическим Рифф Классическая вот эта Фраза Узнаваемая И я считаю Что надо было Сделать разбор Для канала В общем Такого легендарного Риффа Ещё раз подчеркну И скажу Что действительно Рифф Не сложный Рифф подойдёт Отлично Для новичков Для тех Кто начинает Только играть Или хочет Начать Играть на бас-гитаре Как такой первый Один из первых Таких Пьес Для разучивания Для репертуара Тем более Много Среди новичков И поклонников Металлики Поклонники Тяжёлого Рока Металла Поэтому Как бы Это придётся И по вкусу И понравится играть И соответственно И полезно будет Рифф несложный И это наверное Один из лучших Действительно Риффов Одна из лучших Песен Именно для новичков Одна вот из лучших В топе Там 3 В топ 5 Вот таких вот Несложных риффов Вот Поэтому Если вы новичок Или расширяете Свой репертуар Такими песнями То действительно Это будет вам полезно А на сегодня Это всё Заканчиваю Сегодняшнее видео Опять же Традиционные Все Мероприятия Которые Уже как бы По традиции У нас подписка Лайк Комментарий Обязательно Подписывайтесь На контакт Подписывайтесь Обязательно На бусте Там много Того Что здесь нет Выходит Поэтому Не пропускайте Тоже много Чего полезного В общем Спасибо за просмотр Всем на сегодня Пока Субтитры